Капитализм – самая загадочная социальная система из всех существ ваших. Мы привыкли к тому, что загадочная цивилизация майя, загадочный древний Египет. Но на самом деле именно капитализм является самой загадочной социальной системой. Во-первых, капитализм порождает от себя некапиталистические уклады. Скажем, плантационное рабство и латифундийное квазифеодальное хозяйство в Южной Америке было создано капитализмом от себя. В капиталистическую эпоху появился капитализм со знаком минус – системный антикапитализм, то есть Советский Союз, социалистический лагерь. В капиталистическую эпоху появились такие новые формы, как государство в смысле state, идеология в узком смысле этого слова, гражданское общество, то есть масса вещей, которых раньше не было. Наконец, сфера, собственно, политики в узком смысле слова появляется только с капитализмом. Некоторые скажут, ну как же, ведь Аристотель говорил, что человек – существо политическое. Аристотель говорил о том, что человек – существо полисное, зон политикон, то есть человек существует только внутри полиса. Реальной политики, в строгом смысле этого слова, во времена Аристотеля неба, она появилась позже, в 17-18 веках, в капиталистическую эпоху. К сожалению, у нас бросили изучать капитализм в середине 50-х годов. Вместо самостоятельного изучения сначала у нас переводили западных коммунистов, потом стали переводить западных левых, потом стали переводить либералов и закончили переводом абсолютных карликов интеллектуальных, вроде Поппера и Хаека. Одна из центральных ошибок в изучении капитализма – отождествление капитала, в капиталистическом смысле, с деньгами. Это большая ошибка. В этом смысле деньги существовали до капитализма и будут существовать после него. Так же, кстати, как и капитал существовал до капитализма и будет существовать после него. В основе капитализма лежит обмен овеществленного труда на рабочую силу с целью увеличения стоимости. Но это такая экономическая формула. А с точки зрения социосистемной, капитализм это сложная институциональная система, которая ограничивает капитал в его долгосрочных и целостных интересах. Причем ограничителями капитала являются, с одной стороны, такие институты, как государство, политика, массовое образование, гражданское общество. Но еще одна очень важная структура, которая устраняет противоречия между государством и капиталом и которая воплощает в себе целостные интересы капитализма. Это наднациональные структуры согласования и управления. То есть то, что Иван Ильин назвал закулисой. Капитализм это треугольник, закулиса, государство и капитал. Маркс к концу жизни сказал, что если бы он писал капитал заново, то он начал бы не с капитала, а с государства. Сейчас, в начале 21 века, мы можем сказать, что если писать заново капитал, а это реальная задача, необходимая, то нужно начинать не с капитала и не с государства, а с надгосударственных структур мирового согласования и управления. Потому что они снимают базовые противоречия капитализма. Но это, естественно, такая декларация о намерениях. Разговор о капитализме должен быть серьезным, долгим. И самое главное, не надо ловиться на мифы о капитализме, которые отождествляют капитал, бог знает чем, и уводят изучение капитализма из сферы реально социальной в почти мифологические дебри.